Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Сегодня у нас в гостях пастор Виктор Класин из церкви Дом Молитвы, город Минден, Германия. И сегодня мы хотим поговорить на очень интересную тему, тема нашей беседы – роль мужчины. И мы сегодня будем говорить как роль мужчины в контексте служения Богу или в церкви. Виктор, я приветствую тебя, брат, очень рад видеть. Взаимность, приветствую тебя, брат мой. Рад видеть, рад слышать и рад поделиться тем словом, которое есть. Тема очень классная, очень хорошая, насущная. Виктор, давай тогда сразу конкретно к вопросу. И я думаю, этот вопрос будет нелегким. Я общаюсь с многими служителями с разных городов, не только штатов, даже с разных стран. С разных конфессий, с разных динаминаций. Исходя из общения, и я думаю, это очевидно, то, что в последнее время заметно, что что-то происходит в христианских церквях, где мужчин становится меньше в служении. Я хочу немножко здесь опояснить. Вот просто такой пример. Приходишь на молитвенное собрание, ты видишь больше сестер, меньше братьев. Детские классы, хор, группа прославления или учительская конференция. И это очевидно, и я это слышу от многих служителей, когда говорят, что заметно, что братьев намного меньше в служении. Что-то происходит. Но как бы не все понимают, что происходит. И вот, наверное, один из вопросов. Как ты считаешь, на сегодняшний день это проблема? И вообще, за это нужно беспокоиться или нет? Лично мое мнение, нужно за это беспокоиться. Почему? Потому что чем больше служителей, тех людей, которые служат в церкви, тем быстрее и эффективно церковь может исполнить то поручение, которое дал Христос. Потому что служение различное, да, как Павел писал, а дух один и тот же. Мужчины, Бог очень много положил в основание или в действие мужчин. Все заветы Бог заключал с мужчинами. И даже в семье Бог положил огромную ответственность за то же, на мужчину. И почему даже женщина, она выходит за мужа? То есть, лидером, защитником, обеспечителем семьи это должен быть мужчина. И сейчас, скажу таким словом, мужчины, они мельчают. То есть, они становятся маленькими, мелкими. Если раньше муж, это звучало так сильно, если мужчина, то он должен быть защитником, он должен быть большим внутри, сердцем большим. Сейчас это становится немножко мелко. Вот такое я сделал, что это очень важный вопрос, который мы поднимаем, чтобы муж был на своем месте. Сейчас происходит вот не только само христианство, но и сбоку подавляющие действия мира. Вот эти все современности, которые идут со всей цивилизацией, оно немножко мужчину сдвигает с его роли, как лидера, как наставника, как защитника. Ну, вот я хотел здесь сделать такую заметку. Я не знаю, как, например, в Германии, но на сегодняшний день в нашей стране, в Штатах, где идет такое равноправие. И как ты считаешь, может ли это со стороны политики или то, что происходит в миру, оказывает какое-то влияние на церковь? Оно влияние оказывает на церковь, она должна держать свои позиции. Вообще-то, вот равноправие, феминизм, это все противоречит вообще плану Бога о семье, плану Бога о мужчине. Потому что, когда Бог создавал Адама, Он создал его, Он его просил, чтобы Он называл всех зверей. Он его просил, чтобы Он возделывался. И скажу такой вот, как бы, один из таких вопросов, да, почему Ева осталась без Адама? Почему ее враг смог искусить? Где в это время был Адам, когда Бог? И второй вопрос, как змей попал в сад, если Бог сказал, чтобы Адам защищал или возделывал в сад? То есть, это была позиция мужа, которую Адам уже в раю не удержал. И сегодня точно так же мир пытается проникнуть в церковь. И именно позиция мужчин очень сильно страдает, когда церковь идет на поводу равноправия, на поводу феминизма. Все должны быть равны. Я считаю, нет, Библия не говорит об этом. Библия говорит, что он поставил мужа, он глава, а жена должна быть под мужем, то есть, подчиняться. И Павел, выстраивая эту иерархию, говорит, что глава жене муж, глава мужу Христос. То есть, эта иерархия четко Писанием выстроена. И кто сейчас пытается это выровнять, это действие противозаконное, противописание. Интересный момент, ты подчеркнул, что где был Адам в тот момент, когда дьявол искушал Еву, и каким образом туда он попал. Знаешь, я понимаю мысль, что да, ответственность ложится как бы на мужчину. В то же самое время, я проводил беседы, когда в некоторых церквях больше задействованы мужчины. И поднимается вопрос, не дискриминирует ли здесь Бог? То есть, все-таки, есть где больше задействованы мужчины, меньше женщины, где-то наоборот. И тут вопрос, подождите, а разве Бог не нуждается в сестрах? Ради сестры не могут проповедовать? Разве Бог не может использовать сестру для того, чтобы она тоже поехала, скажем, на миссионерское служение и была вовлечена? Как бы ты, наверное, здесь сделать правильное различие, что ответственность ложится на мужчин, и они должны находиться в служении? А как насчет сестер? Они могут находиться в каких-то служениях? Я думаю, если мы будем говорить о сестрах чуть дальше, у сестер есть свое служение, которое Бог им тоже прописал и дал. Например, священодействие полностью мы находим, что по Писанию это делал всегда муж. И когда еще было до Синайского закона, то Бог сказал, что все первенцы – это его, которые священодействовали, которые действовали по воле Бога. И смотрите, муж, он должен был быть учителем в доме, он должен был учить. Почему написано, да, вот «идя дорогой» – это второзаконие 6 глава 7 стих – «идя дорогой, ложась, вставая, говори». Это задача мужа. В современности, например, отцы очень легко все спихнули, все ножом, и говорят, вы занимаетесь детьми. Ответственность за воспитание духовного, телесного лежит на мужчинам, за всех детей. Вот смотри, Бог так устроил, что мы, находясь, являясь просто сыном, мы принимаем что-то от своего отца. И мы передаем поколениям грядущим. Вот задача мужа – передать поколениям грядущим волю Бога, его слово, его закон, передать его предназначение, которое он определил для семьи, для человечества. Если муж этим не занимается, да, например, многие, если муж не занимается, эту позицию занимает жена. Она начинает учить детей, она начинает с ними читать, начинает с ними молиться. Это, безусловно, это, как говорится, один из вариантов. Но это, если, когда это занимается муж, отец, это очень правильно. Потому что не сформируется никогда сильный муж, если отец им не занимается. Если мальчиком не занимается папа. Потому что конкретно формирование любого мальчика происходит когда? Когда он видит, что делает папа. Смотри, если мы затрагиваем вопрос служения и церкви, никогда мальчик, юноша, который вырос, который работает в церкви, он никогда не будет работать, если его отец не работал в церкви. Потому что если отец своим примером подает конкретно пример сыну, то сын видит это нормально. И еще, все, что дети слышат дома за церковь. К примеру, папа с мамой пьют чай. Сынок сидит и просто выиграется с машинкой где-то возле стола. И они обсуждают пастыря, они обсуждают регента, они обсуждают, как кор плохо спел, как плохо проповедник попроповедовал. А этот пастырь вообще занял кафедру и все дискриминируют там всех, заставляют гнобить всех, унижают. И ребенок сидит на полу возле этой машинки и у него на подсознательном уровне, он не хочет ходить в эту церковь. Мы воспитывают родители с детства, будет ли служить мальчик в этой церкви или девочка. Они с детства воспитывают, просто общаясь в семье. Когда обсуждается церковь, когда унижаются проповедники или пастыря, когда говорится, какая плохая церковь, а другие все такие хорошие. То есть это приводит к тому, что она воспитывается у ребенка, нежелание ходить в эту церковь, нежелание служить. Зачем он будет служить, если там все такие плохие? И вот именно это формирует ребенка. Знаешь, вот мы говорим о роли больше мужчины, тут же, конечно же, есть ответственность. И также сестры задействованы в служении, у каждого различная роль. Но я разговаривал с одним пастырем, он с другой конфессией. И как-то мы заговорились, я говорю, я заметил, что у вас больше в группе прославлений сестер, нежели там братьев. Что происходит? Он говорит, ну ты знаешь, если сейчас, говорит, слава Господу, у нас есть сестры, Алекс, если бы не было сестер, у нас не было бы группы прославления. То такой вопрос, вот как мы говорили, если в семье отец не берет ответственность, а в воспитании здесь начинает мать что-то делать, то если сейчас происходит проблема в церкви, где мужья не берут роль проповедника, служителя или, скажем там, проводить классы, то тогда сестры, которые видят эту проблему, они как бы заполняют вакансию. И не выглядит ли здесь, что сейчас больше сестр, которые начинают задействовать, не потому что они просто рвутся и хотят власть, а потому что они понимают опасность, и они начинают становиться, скажем, учителями в детских классах, в коре, в прославлении, то есть потому что они понимают, кто-то же должен это делать. Я это тоже вижу, что это проблема сегодняшних, это слабые мужчины. Те, которые, к примеру, не хотят делать что-то. Вот любой мужчина, который, к примеру, внутренне ослабленный, есть несколько пунктов, которые могут ослабить мужчину, который не хочет как бы трудиться. Первое – это внутренняя слабость, это грех. Если человек внутренне… Духовное состояние, да? Да, его духовное состояние не позволяет, то есть он вырос в хорошей семье, он вступил в определенный завет с Господом, он хочет служить, но внутренняя проблема человека, она не позволяет ему выйти на служение. Почему? У него есть внутренняя вина, что он грешник. И это первое, что мешает ему служить. И поэтому он просто отстраняется, я не могу, я не хочу, у меня не получается. И вот это внутреннее состояние не дает ему принять служение. Второе – это когда семейные обстоятельства, то есть конкретно либо семья, да, там, либо муж там против, либо конкретно жена против, я имею в виду сейчас двоих, кто принимает служение. И, к примеру, он не может, то есть я видел служителей, которых жены выводили из служения, своим поведением, своими действиями. Когда, к примеру, он вроде служит, все нормально, но по причине, там, второй половинки, он не может служить дальше. Потому что в Писании четко говорит человек, который несет служение, семья у него должна быть вот такая-такая, есть предписание. Какой должен быть дьякон, какой должен быть пастырь, какой должен быть служитель. И если, к примеру, половинка вторая выводит его из служения, у него нет силы. Третье – это опыт, негативный прошлый опыт. Когда что-то за что-то взялся, не получилось, и потом, как говорят, на холодной дуе, он ничего не хочет брать. И вот тут на подхват приходят сестры. Тут сестры начинают включать такую эту, что они спасают ситуацию, и они начинают занимать позиции, которые должны занимать мужья. То есть, конкретно они начинают заниматься и учить, и говорить, и вести служение. Хотя, к примеру, у нас в детских служениях у нас участвуют сестры. Потому что, как материал, но это материал тех же самых детей, которые ходят в эти классы. То есть, материал не могут учить детей. Но у нас, как поставлено, у нас есть учителя, преподаватели, которые женщины, но ответственные за детское служение у нас братья. Мы не унижаем несколько сестер, у них есть определенные свои служения. Если будет у нас время, мы об этом тоже поговорим. Мы поговорим, где они могут служить и должны служить сестры. Но когда, к примеру, не хватает братьев, да, сестры бывают на подхвате. И это такая позиция, которая, помнишь, была у Деворы. Когда военачальник говорит, если ты со мной не пойдешь, я не пойду. Он говорит, тогда вся слава будет женщине. Она говорит, пускай, пускай будет так, но ты идешь с нами. И Девора пошла. И до сих пор мы знаем об этой великой женщине, которая была судьей Израиля. Почему? Потому что были мужчины слабые. Не потому что жены такие сильные, а потому что мужчины слабые. Вот это проблема современности, похожая на то время, которое было у Деворы, когда мужчины не хотели ничего делать, боялись, был определенный страх. А женщины были наполнены силой Божией, наполнены Духом Божьим, и они действовали. Как ты считаешь, на сегодняшний день, что может церковь предпринять или руководство церкви, чтобы мужчин сделать настоящими мужчинами, если можно так выразиться? То есть это те люди, которые понимают свою роль, понимают свою ответственность, и чтобы начинали они при этом действовать. Я думаю, что церковь должна предпринимать, воспитывать. Это должны осознать первые родители. Потому что 70% всей информации и формирования характера ребенок получает в семье. Все остальные 30% – это школа, это церковь, это общество. Первое – это семья. Если это будет понимать отец, что он хочет, чтобы его дети были служителями, были теми, кто служит, он должен их учить, он должен их в это воспитывать. К примеру, мой такой опыт. У меня отец тоже служитель. И было время, когда мы с мамой считали, то он полгода находился в разъездах по церквям, и полгода он находился дома. Первая проповедь, которую он мне приготовил, это приготовила мама. Она со мной первую мою проповедь готовила. То есть отец, но внутреннее служение, служить, у меня было почему? Потому что я видел, как отец служил. Я видел, как он беседовал, как он на братские ходил. И что интересно, не знаю, у всех это происходит или нет, когда он приходил с духовных молитв. Я это реально на физическом уровне ощущал силу Божию, которая от него исходила. Я реально это чувствовал. Я хотел всегда прийти и сесть рядышком. Потому что я физически это чувствовал. Но также я чувствовал, когда он с братских приходил. Я это тоже чувствовал. И вот эти моменты, ощущение, что отец... Вот я, хотя я был ребенком, мне было тогда, может быть, 13-12 лет, но внутренне я это ощущал, что он нуждается в какой-то определенной поддержке. По-детски я просил Бога, чтобы Бог его благословил мудростью. Почему? Потому что я чувствовал, что он приходит, и он в тяжелом состоянии. Но я ощущал это в отце своем. И когда он был в Духе Святом, я тоже это ощущал. Я думаю, каждый ребенок это ощущает. Когда папа приходит, наполненный благодатью, наполненный силой. Когда он действительно происходит. И когда он еще рассказывает, что вот мы молились, а произошло чудо. У ребенка это бах, он загорается. Он говорит, вау, я тоже так хочу. А в моей семье был такой случай. Ребенок пришел с садика, и у него во рту ранки появились. Я забываю, как называется эта болячка. Когда ранки во рту, заносится какая-то зараза, и у ребенка ранки во рту. Мы помолились с Ильем Помазани. На следующий день никаких ранок нет. То получается, потом любой кашель, любая болячка. Ребенок говорит, папа, давай, где масло, будем молиться. То есть они видят реально результат. И они готовы служить, когда они видят действия Божьей благодати. Когда дети видят просто сухое, такое я назову, пускай это будет таким религиозное, просто такое фарисейство, просто сухое, без действия благодати, без Духа Святого. Тогда они просто сухими остаются. Но когда они видят чудеса, когда они видят могущество Бога, когда они видят силу Бога, вот это их зажигает. Вот это им дает стимул служить. Да, Виктор, еще есть такая, наверное, тоже опасность или с другой стороны, где служитель, скажем, отец настолько посвящает время церкви, что забывает о детях или о своей семье. И дети, которые подрастают, они говорят, я не хочу быть, как мой папа, служителем. Или я не хочу служить церкви. Или человеку предлагаешь как-то задействовать молодого брата, он говорит, я не хочу, потому что я видел, как мой отец посвятил себя, что у меня не было времени с ним провести. И я не хочу то же самое сделать для моих детей. То есть, тут, получается, как бы тоже существует такая опасность. Да. И очень важно иметь правильный баланс, правильные приоритеты, чтобы дать время как церкви на служение, да, так же самое и своей семье, и своей супруге. Любой служитель, он должен ставить приоритеты. Приоритет, к примеру, в моей жизни, я поставил приоритеты так. Первое, это отношения с Богом мои. Потом, на втором месте, это у меня отношения в семье. И третье, это отношения в церкви. Потому что действия в моей семье, если, к примеру, я упущу какой-то момент, что мои дети пойдут какими-то другими путями, это лишит меня служения. То есть, приоритет мой такой, что я первое, мои отношения с Богом, потом моя семья, а потом уже все служение и все остальное. Хорошо. На сегодняшний день, скажем, те мужчины, которые находятся в служении, вот, может быть, в вашей церкви, в вашей общине, что вы делаете, чтобы они продолжали находиться в этом служении? И у вас есть какой-то, ну, методы, которые вы используете? Потому что я встречался с тем, что бывает, братья находятся в служении в какой-то момент, когда они просто говорят, я уже больше не могу. И что может, наверное, церковь предпринять, чтобы что-то дать? Потому что, когда ты находишься в служении, ты очень много отдаешь. Но также, чтобы продолжать в этом служении, нужно что-то тоже принимать. Что мы можем дать мужчинам, которые сегодня не купились, продолжали служить и развивали свои мужские качества, если так можно выразиться? Первое, я думаю, что здесь должно быть определенное подпечительство, даже о тех людях, которые служат. У нас есть, вот, у нас тоже создались некоторые сейчас советы, те люди, которые и где служат, у них есть даже вариант взять определенный отпуск. Если он состоит и в братском совете, и в административном совете, то есть у него какие-то семейные вопросы, то он может взять там полгода отпуска. Но его в это время заменят. Почему? Потому что мы все люди, у нас есть возможность, когда семейная какая-то трагедия, семейные какие-то ситуации, и человек на время может это оставить, для того, чтобы решить свои вопросы и потом опять дальше служить. Есть душепопечительство, к примеру, тех, кто служит. Если человек работает на износ, к примеру, сразу на несколько фронтах, к примеру, у него там семейные проблемы, у него служение, у него на работе проблемы. То есть в это время он должен найти попечителя, который мог бы помочь ему, который мог бы ему сказать, слушай, давай, какой-то вопрос, где-то останавливайся. Либо прекращай такие объемы работы делать, либо тебе в служении нужно дать помощника, либо наводи порядок в семье. То есть чтобы человек в разнос не шел. Когда человек, к примеру, у него семья, все нормально, благословенно, и он может посвятить, к примеру, себя служению, да, это хорошо. Но когда оно, как сказать, он забирает от семьи и влаживает в служение и страдает семья, жена, к примеру, возмущается, дети его дома не видят, то это уже огромный минус. Что мы делаем, к примеру, чтобы воспитывать молодежь нашу к служению? У нас в пятницу мы позволяем им проповедовать. То есть мальчики, которым по 13, по 14, по 15 лет. Мы им позволяем, в пятницу они приходят, у нас есть список, и молодые братья проповедуют. Их слушает церковь. И я вижу в этом определенный рост. Во-первых, они не боятся проповедования, они не боятся говорить на публику, они не боятся. У них начинает уже вырабатываться какая-то определенная структура проповедования. Точно так же и в других служениях поощряем тех, кто поют, поощряем тех, кто, к примеру, какой-то организацией занимается. Если мы видим, что человек способный, максимально стараемся его к чему-то, чтобы он не бездельничал. У нас сейчас очень много приехало людей с Украины. Очень много способных. Мы даже сделали анкетирование людей, которые приехали. Мы делали опрос, в каком служении человек служил, чем он занимался. И уже по этой анкете мы стараемся привлечь людей к служению. Чтобы люди служили. Чтобы они максимально... А то расслабятся, слушай, здесь за полтора-два года, и потом служить не захотят. Сразу нужно их... Правильно, правильно, да. Чтобы они служили дальше. Ну, Виктор, я думаю, здесь еще такой момент, что как мужья, то есть ответственные же не только за свою семью, но также и за финансовое положение семьи. Скажем, если муж, он уезжает на заработки, или, скажем, у него работа, работает по 10-12 часов, то здесь как бы тоже такое, можно сказать, как бы конфликт. Если даже есть желание, ну, говорит, слушай, мне же тоже нужно зарабатывать, мне же тоже нужно обеспечивать мою семью. И здесь, я думаю, все-таки тоже правильно, опять же, расставить правильные приоритеты. И, например, как вот у нас недавно мы создали такую как бы программу, мы назвали «Мужское общение за завтраком». И каждые две недели по воскресеньям мы приглашаем там братья, мужчин, парней разного возраста и поднимаем вопросы на различные темы. Именно касательно мужчин, парней, скажем там, к примеру, смелости, мужества, лидерства в семье и в церкви, взаимоотношениях с людьми, финансы, победа и поражения, личной и духовной жизни и многие другие, которые волнуются. И вы заметили, что когда братья, одни мужчины собираются, скажем, за чашкой кофе, где мы свободно можем обсуждать вот эти вопросы. И я заметил, что это своего рода немножко начинает нас как бы сближать. И мы обсуждаем, и вот мы видим в этом как бы такое тоже благословение, что именно как бы вот эти беседы, где мужчины делятся советами или опытом, где как-то помогать друг другу, давать вот эту какую-то тоже поддержку. Потому что я заметил из моего маленького опыта, что мужского общения очень тоже мало. Ну, скажем, есть друзья, есть родственники, братские советы прошли, обсудили церковные вопросы. А вот где бы круг мужчин собрались и обсудили вопросы, которые волнуют мужчин на сегодняшний день. И я думаю, что здесь как бы ни в коем случае я не хочу молить сестер или то их служение. Мы благодарны и нуждаемся в них. И описывается в Луке в 9 главе, где когда Иисус ходил по городам и селениям, ученики были с ним и сестры были там, которые служили ему. Марина Магдалина и другие там написано женщины, которые также служили. То есть это важно. Но вот я думаю, важно для мужчин тоже вот что-то создать, чтобы где-то они чувствовали и могли, как сказать, почувствовать. Может быть, человек не чувствует вдохновение взяться за служение, но при общении, разговоре, возможно, это его как бы зажгет на служение. Вдохновит. Я думаю, это нужно делать. Это очень хорошая идея. Возьму себе тоже на вооружение. Потому что нужно делать. Очень часто сестры собираются, они обсуждают, они бебешаумы какие-то делают, они собираются где-то там. А вот именно собрать братьев, эта идея очень хорошая. И считаю, что это перспективная. Потому что когда обсуждается мужская тема, то они открываются. Потому что братья, они более как? Если это работает, зачем делать? Если это не работает, зачем это вообще тоже делать? То есть мужчины, они так устроили. Если что-то работает, они менять это никогда не будут. И в нынешнее время, если работает в церкви определенное служение, вот у нас есть группа административного совета, мы постоянно рассуждаем, как улучшить сослужение, как улучшить, да, как лучше сделать. Мы делаем сейчас, молодые семьи собираем. Мы организовываем, чтобы семьи были сплоченные. И я вижу, что в дальнейшем отдельно мужчин тоже нужно собирать, чтобы они знали воспитывать внутри себя вот эти качества, которые ты назвал мужчиной. Он должен быть защитником, он должен быть обеспечителем, он должен быть действительно тем для детей героем, который мог бы их провести по жизни. И поверь, что всегда в жизни мы всегда вспоминаем кого? Отцов. Потому что от них мы очень много принимаем. И это очень важно воспитывать мужчин. И дай Бог, чтобы поколение, которое идет за нами, от нас могло взять очень много хорошего. Потому что вот мы воспитывались на поколении тех мужчин, которые были, да, вот наши отцы, которых гоняли в советское время. Наших дедов сажали в тюрьмы. Мы вырастали вот на этих рассказах. Сейчас жизнь поменялась, сейчас свобода. Сейчас очень многие люди здесь, нужно говорить уже о внутренней борьбе, которую проводят мужчины, которые проводят, когда их обесценивают. Вот проводя душепопечательство, я вижу это, что в семье, к примеру, муж, он приходит домой, его жена обесценивает. Он не хочет ничего делать абсолютно. Почему? Потому что его жена не благодарит за то, что он делает. Ей постоянно мало. И мужчина говорит, зачем? Я ей все стараюсь, у нее все есть, она обеспечена. Я всем недовольна. Почему она даже не может сказать мне спасибо, то, что я приношу ей зарплату, я ее даю, я ее обеспечу. Мы два раза в год летаем на курорты, мы отдыхаем. Чем она недовольна? Мужчины возмущаются и говорят, я не хочу ничего делать. А жена возмущается, он дома ничего не делает. Он говорит, что мне делать, если она за то хотя бы будет благодарна, я для тебя все остальное сделаю, если только ты будешь благодарить. Есть моменты, когда мужчина недополучает того, что он должен получать. Жена должна восхищаться, она должна его ценить, она должна его благодарить. Если вот эти три вещи простые мужчина получает, он готов горы свернуть. Точно так же о церкви. Если он видит, что в церкви его труд ценится, его труд, люди ему благодарны, и что действительно его, как говорится, поощряют к любви, к добрым делам, то он будет готов делать. Когда служитель видит, что его служение, оно пользу приносит, но у людей оно не вызывает ответной реакции благодарности, рано или поздно он опустит руки. Рано или поздно он скажет, слушайте, люди добрые, я вам помогаю, я вам говорю, а вот даже спасибо не говоря. Конечно, он скажет, знаете, ребята, занимайтесь своей жизнью, я буду заниматься своей жизнью. Когда, к примеру, руководитель группы приводит своего ребенка к родителю и говорит, слушай, он очень плохо ведет себя на уроке, а отец ему говорит, слушай, а что ты мне его привел? Это я на час тебе его дал, и занимайся с ним. Он говорит, слушай, если он еще раз так будет, я его отправлю к тебе. Я говорю, да я его к тебе назад отправлю. Понимаешь, какая реакция родителей? То есть они не ценят тот труд, который влаживают те, которые служат. И поэтому у многих руки опускаются, безусловно. Ну еще такой момент. Время, как мы уже говорили, настолько изменило, что было время, когда сестры не имели такой возможности работать, или получать образование, или быть в профессии. И на сегодняшний день очень многие имеют профессии, даже работают. И бывают такие моменты, когда, если когда-то, скажем, жена нуждалась в муже, потому что он как бы работал и имел доход финансовый, я здесь работаю, даже больше тебя заработаю. Я просто выросла. Здесь уже настолько происходит вот это, наверное, время изменилось, что, как ты сказал, что здесь уже не просто говорить, что, ну, хвалить мужа и благодарить, и признавать его, а здесь уже говорить, что если что не так, я сама уже справлюсь. Я думаю, это тоже большой, такой немаловажный нюанс, который ввели я на отношении этих же, так сказать. Я вижу эту ситуацию, вот именно похожая ситуация была у меня в одной беседе, когда, как получилось, молодая пара, они начали дружить, парни обычно, они как? После школы у них сразу какие-то идеи заработать деньги, либо пойти на стройки, либо пойти машины ремонтировать, и парни уходят, да, и он в это время зарабатывает. В это время девушка его учится, она влаживает в знания, она учится, она приобретает какую-то профессию, которая хорошо в дальнейшем будет оплачивана, а в это время парень работает там, ну, зарабатывает какие-то денежки небольшие, но работает. И они потом женятся, так и продолжаются. Жена учится, он работает. Приходит время, жена выучилась, она зарабатывает в два раза больше, чем зарабатывает ее муж, и она начинает права качать. Здесь я хочу сказать в том, что до определенного времени она стояла на его плечах, когда он держал всю финансовую систему дома, она в это время училась. И он обеспечивал, он содержал, он все прилаживал и делал для того, чтобы семья была обеспечена. Но когда она выучилась, она начинает его унижать. Я считаю, что если взять все его возможности, все, что он вложил в семью, и все, что она сейчас влаживает, то там выйдет 50 на 50. Это нужно смотреть глобально. А женщина, как она смотрит? Она выучилась, она получила в определенное время вакансию какую-то, она получает хорошую зарплату, потом начинает унижать мужа. А он уже не может поменять профессию. Время ушло. Он так и остался строителем, либо он так остался на траке ездить, либо он так остался ремонтировать машины. Поэтому очень важно, чтобы каждый все-таки понимал ту ответственность, которую он возложил. И я думаю, с Божьей помощью уже, может быть, в следующей беседе мы, может быть, поговорим больше о роли женщины. Хотя мы сегодня и коснулись этого. Но все-таки, наверное, сегодня, я с тобой согласен, я думаю, нужно просто не говорить, а бить тревогу и говорить, братья, мужья, становитесь настоящими мужчинами. Поймите, которую ответственность Бог возложил на вас и роль, которую, чтобы занять правильно. И в какой-то день нам придется отвечать за это? Сто процентов. Я бы хотел один момент с Писания сказать. Вот Христос говорит, я не помню, там, скорее всего, в Луке написано, что если сильный с оружием охраняет свой дом, то в безопасности его имения. Но приходит сильнейший и связывает его. Да, там, может быть, по главе просматривается, речь идет о Христе, и речь идет о дьяволе, которого он свяжет и разрушит. Но здесь Христос открывает духовный закон. Муж всегда стоит во главе. Он должен охранять свой дом. Но если приходит что-то то, что намного сильнее его, к примеру, какой-то грех, который связывает мужа и лишает его силы, и написано, когда он свяжет его, то расхитит все оружие и расхитит его имение. В жизни как происходит? Первый всегда стоит муж. Он защищает свой дом. Если его связывает враг, связывает его либо каким-то грехом, действиями, поступками, то потом происходит падение дальше жены и детей. Первый на передовой стоит мужчина. Он должен быть защитником. Почему? И апостолы пишут, желаю, чтобы мужья воздевали чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы у мужья были сильны. Вот задача современного христианина, мужа, быть сильным. Не сдаваться. Сегодня очень много мир предоставляет возможности ослабить мужчину. Ослабить его внутреннюю силу, его потребности. Очень сильно много сейчас приходит через потребности. Очень много сегодня разврата. То, что, к примеру, уничтожает мужчину, как мужчину. Когда они видят разврат, когда они слышат, когда они это все понимают и представляют, мужчина слабеет. Он не может быть в своей позиции. Он не может защищать свой дом. И дьявол в это время связывает его. И он уже не может молиться. Он не может конкретно произносить сильные слова благословений. Почему? Потому что, к примеру, если отец сквернословит, если он обзывается, матерится, он уже благословить не может. Силы нету. Вот поэтому дьявол связывает мужей. Очень разными моментами и лишает силы. И когда отец, вот слово отца очень сильно влияет на мальчиков, очень сильно. Мы говорим сегодня о мальчиках. Когда папа говорит сыну, слушай, да у тебя руки не с того места растут, тебе что, не доверь? У тебя все время какие-то проблемы. Мальчик вырастает в определенном нежелании работать, нежелании что-то делать. Когда отец поощряет, у тебя не получилось, давай попробуем по-другому. Давай вот так. Советуй, поддерживай. Тогда формируется сильный человек, который может на ошибках сделать выводы и двигаться дальше. А если постоянно унижение, оскорбление, но не благословение, человек вырастет, или мальчик вырастает просто растерянным, потерянным, который не может ничего делать. Очень ценные советы, Виктор. Честно, благодарен тебе за это, за эту беседу. Наше время просто так быстро летит. И я думаю, с Божьей помощью мы, наверное, продолжим еще эту тему. Будем говорить о роли мужчин, о роли женщины. Еще раз хочу поблагодарить тебя за это время. Я очень благодарен. Пусть Бог благословит всех мужей. Пусть Бог благословит и укрепит каждое сердце. Богу сейчас нужны сильные мужья, которые поведут церковь, которые поведут семьи, которые будут сильны, как вот великие мужи Божьи, которые вели народ. Богу сейчас нужны такие. Почему и апостол говорит, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Когда они откроются, вот в мужьях нужно открыться. Сыны Божьи должны открыться, сформироваться, чтобы церковь была сильна в последнее время. Аминь, аминь. Только могу сказать на это аминь. Хорошо, Виктор. С Богом благословений вам. Передавай привет вашей общине. Взаимно также передавайте вашим Божьим вам благословения. И до новых встреч. До свидания. С Господом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...